Индустан Тимес, Индия Состоявшиеся недавно встречи премьер-министра Индии с Макроном, Трампом и Путиным демонстрируют дипломатическую прозорливость делей. Махан Кумар Индустан Тимес, Индия 10 сентября 2019 года За последние две недели мы наблюдали лучшую внешнеполитическую стратегию Индии. Три саммита, которые провел премьер-министр Индии Нарендра, Мади с французским президентом Эануэлем Макроном 22-23 августа, американским президентом Дональдом Трампом 26 августа и, наконец, с российским президентом Владимиром Путиным 4-5 сентября, демонстрируют удивительную прозорливость нашей внешней политики. В то время, когда международный многополярный порядок характеризует фундаментальная нестабильность, у Индии появляются хорошие перспективы. Наше стратегическое партнерство с Францией не ново, но значительная заслуга Мади состоит в его модернизации и насыщении его новой энергией. Я до сих пор помню, как, когда я еще занимал пост посла Индии во Франции, Мади посетил Париж, чтобы лично познакомиться с его новым лидером и установить с ним отношения. Мади посетил Париж в июне 2017 года и был одним из первых иностранных лидеров, встретившихся с Макроном. Его последний визит опять же был старательно спланирован, потому что он означал, что премьер-министру придется сначала поехать на саммит с Макроном, а потом закончить западноазиатский этап, в рамках которого он посетил Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, а затем вернуться в Биоридс во Францию на саммит Большой Семерки. Единственная причина, по которой лидеры двух стран сделали это, состояла в том, что времени для двусторонней встречи в Биоридсе не хватило бы для детального саммита, который требовался им для укрепления двусторонних связей. Теперь остается мало сомнений, что в отношениях между Индией и Францией не осталось главных источников непонимания, а последнее совместное заявление доказывает, что обе стороны переходят в отношениях на совершенно новый уровень и обсуждают дорожную карту по кибербезопасности и цифровым технологиям, реализуя совместное стратегическое видение сотрудничества в Индийском океане, читая в Индотехакинском регионе, а также в таких областях, как квантовые вычисления и искусственный интеллект. Франция твердо поддержала Индию, доказательством чему служат наши недавние действия в Кашмире. Весьма значимо, что Мади потратила время и энергию на столь важные для Индии отношения. Таким образом, мы подходим к проверенной временем дружбы Индии с Россией. Мади и Путин недавно встречались во Владивостоке. Невероятно символично, что премьер-министр принял участие в Восточном экономическом форуме. Этому форуму Путин придает большое значение, а премьера Индии едет туда в качестве главного гостя, и заявление о выделении кредита на 1 миллиард долларов на развитие российского Дальнего Востока колоссально по любым меркам. Индия заняла принципиальную позицию, что она не будет жертвовать своими связями с Россией, что в корне отвечает ее национальным интересам. Как отметил недавно в одном из интервью министр иностранных дел, Субраманем, Джайшан Кар, «Я буду делать то, что считаю правильным для национальной безопасности Индии, а наша национальная безопасность требует, чтобы мы поддерживали отношения со многими странами и многими державами». Об этом он заявил в Брюсселе в ответ на вопрос о приобретении Индии у России ракеты С-400. Это предельно четко выраженная стратегическая позиция Индии. В мире, уходящем от глобализации в сторону неизвестного, Индия непременно должна сохранить все свои возможности благодаря стратегическому страхованию своих интересов. Индия, разумеется, не единственная держава, которая будет этим заниматься. Все крупнейшие державы будут пытаться максимизировать свой стратегический выбор и минимизировать существующие риски в условиях неопределенности мирового порядка. Махан Кумар был послом Индии во Франции. Сейчас он является преподавателем и председателем системы исследования информации развивающихся стран. РИС. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.